Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале свежих обзоров всего, что в игре появляется и происходит. И у нас появилась рулетка на Объект 907. И честно говоря, данная рулетка меня лично по ценнику устраивает очень даже. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Значит смотрите, здесь у нас 16 прокрутов и полностью вся рулетка обойдется вам в 22440. Давайте огруглим до 22 тысяч с половиной. Короче говоря, 22500 и вы забираете полностью все. На последние два прокрута, скорее всего, придутся легендарный внешний вид на данную машину и сам танчик. Если вам повезет достать до 14 прокрута включительно, то суммарно вы потратите на танк 15940. Что в целом для десятки вполне себе приемлемый ценник, особенно с учетом того, что вы еще дополнительно что-то получите. Забираете на 15 прокруте и потратили 19440. Короче говоря, тоже выгодно, потому что вы забираете себе десятку с какими-то ништячками за, грубо говоря, 20 тысяч. Ну и в отношении сравнений. Почему я считаю, что данная рулетка вполне себе адекватная в отношении полной стоимости? Если вы хотели себе Объект 907, то, скорее всего, ждали его на продаже в составе какого-то набора. Машина играбельная, машина интересная и любители СТ действительно будут рады данной тачке у себя в ангаре. Давайте посмотрим на те наборы, которые есть и именно с этими наборами попытаюсь сравнить. В частности, с единственным, который сейчас есть по десяткам, это в отношении Объекта 268.4. Здесь у нас за 22,5 тысячи, то есть за стоимость этой же рулетки, у нас что есть? У нас есть десятка, у нас есть легендарный внешний вид, анимированный аватар, простите, пожалуйста, и 30 дней прямаккаунта. Плюс бустеры и иксы, открытое все оборудование. Запомнили то, что здесь есть? А, 10 мистиков. Теперь возвращаемся к нашей рулетке и давайте посмотрим, что у нас в рулетке находится. В рулетке у нас десятка, легендарный внешний вид, 6 мистиков вместо 10, но вместо оставшихся 4 мистиков у вас есть 6 собери их все, 2 черных ящика, с которых вы извернете себе какую-то часть голды, у нас есть иксы, 2 обвеса, чтобы его черт дернул анимированный аватар, выговорил с первого раза, есть 10 тысяч свободки и да, серебро, которое в принципе неинтересно. Поэтому в целом можно рассматривать данную рулетку не более чем покупку обычного нормального набора по обычной нормальной цене для набора, в котором лежит десятка. А если достанете раньше, то получаете еще дешевле. Это мое скромное мнение и оно исключительно субъективно в отношении ценника на данную рулетку, вы свое мнение обязательно озвучите, пожалуйста, в комментариях. Я лично считаю, что ребята-разработчики здесь не сильно лупанули цену и все вполне адекватно и объективно. В отношении прокрутов по рулетке я буду крутить у себя на твинковом аккаунте, так как, слава богу, объект 907 у меня есть на моей основе и, честно говоря, я довольно часто его катаю, мне эта машина нравится. По шансам выпадения, как вы видите, 0,09, что сразу должно дать вам понимание, что машину вы заберете, скорее всего, где-то приближенно к последнему прокруту. То же самое касается и внешнего вида на тачку, 0,15%, это второй самый низкий показатель по шансу выпадения, соответственно, то, о чем я говорил. Предпоследний-последний прокрут, скорее всего, будут занимать у вас как раз легендарный внешний вид, ну и, соответственно, сам объект 907. Крутану несколько раз, чисто ради интереса, на данном аккаунте у меня данной машины нет, если выпадет, слава богу, если не выпадет за несколько круток, ну, значит, так тому и быть. Вы, друзья мои, лайкните, пожалуйста, видосик, буду вам благодарен, ну, а за свои 50 голды я получаю МГ-08. В целом, неплохо, это обвес, а не анимированный аватар, который не пришей кобыли ногу. Крутим дальше, что получаем за 100 голды? Ну, давай, давай контейнеры, пожалуйста. Нет, получаем 100 косарей с серебром. В жизни бы не покупал, понятное дело, за такой ценник. Но, повторюсь еще раз, я рассматриваю данную рулетку, уж точно, в данном случае, в отношении общей стоимости, как просто приобретение набора по частям. Открываем контейнеры. Я не помню, честно говоря, сколько у меня талисманов здесь на аккаунте в отношении голды. Но, сейчас поглядим. Слушайте, классно. Сейчас себе косарь верну, то есть, буду уже в плюсе. Может, на этом, в принципе, психануть и остановиться? Толку-то мне. Объект у меня есть. А, глядишь, может, сейчас вообще повезет и собери их все, как дропнется мне какая-нибудь десятка вместо 907-го. Нет, ничего не дропнется, просто забираю тысячу золота, но в целом неплохо. В целом, я бы сказал, очень даже фартово получилось. И в моей копилке золота прибавилось, но это ненадолго, поскольку крутим дальше. Скорее всего, сейчас забираю либо серебро, либо свободку. Но, удивишь меня или нет? Нет, вообще не удивило. Вот просто, просто неудивительная рулетка. Ну, а? Ну, а что теперь? Опять серебро. Ну, класс. Ну, класс, действительно. Слушайте, вот прям рулеточка дала, да? Дала голды. И сразу назад все это высосало, не дав ничего взамен. Ну, нет, ребят, нет. На этом, в принципе, везение, как я понимаю, заканчивается. 850 золотом. Если сейчас не выпадут контейнеры, я не вижу смысла крутить рулетку дальше. Ааа, услышали меня, да? Услышали разработчики? То, что я говорил. Дали все-таки контейнеры. Так, 100 золотом. Здесь я точно не соберусь. Мне еще надо 7 контейнеров открыть. А здесь у меня их только 2. Ну, и плюс там 3. Все равно на 7 никак не выхожу, чтобы открыть еще контейнер второго уровня. Забираем. Открываем. Следующее. Мать! Мать моя женщина! Мать моя женщина! Отец мой мужчина и все мои родственники, слава богу, разнополые. Класс! Слушайте, открываем. Открываем! Че тут? Давай десятку! Давай десятку или годную восьмерку! Девятка, падла! Ха-ха! Т7! Тель 7 120. Я, честно говоря, не помню, на каком аккаунте он у меня уже есть. Но в любом случае, сейчас увижу просто по копилке, добавилось голды или нет. Ну, слушайте, фортово получилось! Фортово! Так, забираем. Да, здесь у меня машинки не было. И, слушайте, ну, слава богу, сейчас перепроверю. Я, честно говоря, за своей копилкой не сильно уследил. Так, хорош мне хвастаться о том, что у меня добавился целый день према. Открываем. Не было. Тель 7 120. Гадюка появляется у меня на всех моих твинковых аккаунтах. И не выпадает абсолютно на основе. Ну, вот такая вот зараза. Ну что, поехали дальше. Слушайте, девятку свою получил. Я думаю, что можно из принципа сделать еще пару прокрутов. Просто потому, что я эту девятку себе не покупал, а каких-никаких денег она стоит. Забираем. Следующая крутка, что нам дает? Давай еще раз контейнеры. Давай, давай еще раз. Хочу, хочу еще один танк в коллекцию. Нормально, нормально. Черные ящики. Сейчас дойдем с вами до 10 уровня. Заберу дохранище голды и пойду праздновать до упаду. Открываем второй уровень. По-моему, они перестали меня слышать. Вот эти вот товарищи, которые нажимают на волшебные кнопки, чтобы показать, что выпадет. А, только один был. Блин, как обидно. Я так обрадовался, думал два. Ну ладно, бог с ним. Кручу последний раз. Сейчас для того, чтобы плюс-минус там какой-то ровный счет остался, 7000 оставлю на следующей рулетке, ненужной мне на основном аккаунте. Открываем. Что у нас здесь? Но, насыпь голды. Давай, не жадничай. Не пожадничала, дала целых 200 золотом. Ну что, ребят, я на этом буду останавливаться. Крутить дальше не вижу смысла. Если бы делал это на основе, то, наверное, тоже остановился бы, потому что для себя я понимаю, что с вероятностью 5% достать машину и с вероятностью 8% достать к ней внешний вид, это все равно придется на последние прокруты. Сейчас по шансам 34% на 3 контейнера собери их все. И здесь есть еще анимированный аватар с вероятностью 22%. Скорее всего, именно он упадет. Ну а даже если собери их все, то бог его знает, что оттуда выпадет. Короче говоря, крутить только до финиша, если вам объект нужен. Или крутить несколько круток, чисто попробовать, а вдруг повезет. Если не повезло за там 3-5 прокрутов, то лучше останавливайтесь и дождитесь объекта на продаже. Если вы хотите его взять дешевле, нежели в составе вот этого всего набора. Ну а я свою девятку получил, в принципе, доволен и на основе я бы тоже остановился, потому что та девятка все равно обошлась мне гораздо дешевле, нежели я голды на нее потратил. Переходим ко мне на основной аккаунт и выкатываем объекта 907 из ангара. Перед тем, как выкатывать объекта 907 из ангара и обсуждать его ТТХ, меня, как говорится, черт дернул. Но, видите, нет у меня рулетки на основном аккаунте. С чем это связано, я не знаю. О чем говорю черт дернул, думал пару раз крутнуть у себя на основе, а вдруг повезет точно так же, как там, за какую-то голему себе что-то получить. Но, как я понимаю, не на все аккаунты будет предоставлена данная рулетка, поэтому, если у вас ее нет, то не спрашивайте у меня в комментариях, почему, потому что я сам не знаю. Объект 907. Что он собой представляет? Это бодрая, прикольная, интересная СТХ, которая в чем-то мне даже порой нравится больше, чем Т22СР. Но это мое скромное субъективное мнение. Да, у нее похуже в отношении бронирования и живучести. Но, ребят, здесь просто обалденное орудие. Угол склонения орудия вниз минус 7, что в целом приятно и комфортно. 245 пробития, что тоже довольно интересно на 10 уровне. 320 единиц урона, которые вы накидываете через каждые 5,5 секунд. То есть вы стреляете, ну, в край часто и при этом наносите существенный урон своим соперникам. При этом всем просто обалденный разброс в 0,275 и просто шикарное время сведения в 3 секунды. В общем, в отношении орудия это действительно очень годная, классная СТХ и на ней действительно очень интересно играть. Единственное, что стоит отметить, что даже на голдовых снарядах пробитие составляет 300 мм, а не за 300 куда-то далеко. Поэтому против некоторых тяжелых танков на 10 уровне порой действительно сложновато. Но точность выручает, если у вас есть возможность нормально выцеливать слабые зоны. Ну, а в отношении ДПМа, то 3,5 тысячи ДПМа в руках нормального танкиста, я имею ввиду того, который хорошо справляется со средними танками, вполне себе реализуем. Если вы танкист не совсем нормальный, то есть такой, как я, ну и, соответственно, имеете средний процент по победам, у меня это в районе 53%, то порой в некоторых катках действительно этот ДПМ полноценно реализовать вы не сможете. Это честно и объективно. Ну что, берем тачку и поехали покатаемся. Ну что ж, ребят, давайте будем заценивать и что конкретно для меня Объект 907. Для меня Объект 907 это годная, приятная эстеха, пускай не самая живучая на уровне, есть более забронированные тачки, но при этом всем обладающие вполне себе сносной, приемлемой подвижностью и просто шикарным орудием. Для понимания, что такое в моем случае шикарное орудие? Шикарное орудие это когда я знаю, чего от него ожидать. Я всегда ожидаю от него точности и эта точность у него однозначно есть. У него просто великолепное время сведения и это факт. В отношении разброса вы можете не то чтобы белки в глаз, но порой выцеливать серые зоны в виде каких-то узеньких нижних бронелистов на средних и дальних расстояниях. По скорости полета снарядов все тоже просто великолепно. Вы действительно можете вполне спокойно отыгрывать хоть через всю карту и ваши снаряды будут вовремя долетать до ваших соперников. Они будут не успевать от них куда-то уехать. В отношении потенциала по настрелу за бой. Машина крайне удобная, потому что ты четко знаешь, что за своих 10 выстрелов ты вывозишь 3000 единиц урона. И я считаю, что этот показатель довольно таки немаленький. Сейчас попытаюсь как-то свилять от вот этих вот товарищей, которые меня пытаются разбирать. Мне этот процесс не сильно приятен. Попадание, но, к сожалению, без нанесения урона в данном случае. Почему я оттуда свалил? Потому что без наличия поддержки машина все-таки не сильно долго живет в бою. Поэтому лучше перекатиться куда-то к своим. Ну и помогать им настреливать, помогать им накидывать. Мне лично 907 очень нравится. Меня очень часто спрашивают в отношении того, кто лучше, Т-22СР или 907. И я, честно говоря, затрудняюсь. Прям, ну как вы так играете, интересно, ребята. Очень сложно ответить на данный вопрос. У Т-22СР есть броня, это факт. И причем броня какая-то, знаете, такая заколдованная, как у ИСа 7-го, когда ты вообще не понимаешь, как только что он танканул. То же самое происходит с Т-22СР. Ну а в отношении вот этого товарища, его фишка орудия. Орудие бодрое, орудие классное. И, на удивление, крайне комфортное, допустим, при игре на каких-то неровностях. Угол минус 7, но играется так, как будто бы минус 10. Мне лично всегда хватало и дискомфорта ни разу не ощущал, играя на данной тачке. Где-то там на холмах, на неровностях и так далее. По времени перезарядки. Как вы видите, 5,5 секунд, это просто имбища. И накидываешь ты жестко, постоянно по 300 с копейками. Редко, очень редко бывает такое, чтобы вы накидывали меньше 300. В основном это 320-340. То есть ты вроде бы и имеешь средний урон, но ты все равно в постоянном каком-то плюсе. В отношении того, чтобы кого-то закрутить, да, не самый лучший, конечно, вариант. Но это, в конце концов, и нелегкий танк. Итак, смотрим на результаты. В отношении того, скольких я уделал, да, всего лишь одного. Но вот в отношении количества нанесенного урона, я уверен, что я вхожу в топ-2. Ну, просто не верю в то, что кто-то мог набросать в команде больше, нежели я и еще один союзник. Ну что, покажи мне волшебную цифру и обрадуй меня. 3436 единиц урона. Это то, о чем я говорил. 10 удачных выстрелов, и ты в топе по урону однозначно. А 10 удачных выстрелов сделать несложно, потому что, по большому счету, это, грубо говоря, минута с копейками. Из 7 предоставленных вам в бою. Короче говоря, реализовать орудие действительно можно. Главное, помнить, что танковать нечем. Ну и, соответственно, ваша задача, как можно дольше выживать в бою, тогда вы сможете реализовать свой вполне себе крутой ДПМ в неполных 3500. Ставим лайки нашим союзникам за то, что очень круто отыграли. И ставим нашим лайкам, радуя соперников, потому что они действительно качественно оказывали сопротивление и достойны нашего уважения. Спасибо всем, кто принимал участие в данном бою. Мне этот бой безумно понравился. Понравится ли вам 907-й? Не знаю. Если вы любитель СТ, то однозначно зайдет. Любители игры на тяжелых танках, которые еле передвигаются, но крайне живучие, наверное, Объект 907 не совсем для вас. Но я постарался быть максимально объективен, как в отношении самой рулетки, так и в отношении самой машины. Если вам заходит моя честность, если вы за правду на канале, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк видео, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.